Сбор и отправка гуманитарной помощи новым регионам и военнослужащим для многих жителей стали первостепенными задачами. Одна из машин с необходимым в пятницу отправилась в Херсонском направлении. На коробках логотип российской экологической партии «Зеленые». Ранее мы подключались к сбору гуманитарной помощи к другим организациям, а сейчас мы решили уже взять инициативу в свои руки и самостоятельно собрать гуманитарную помощь после того, как получили письмо от министра социальной политики Херсонской области и это наш первый, собственно, организованный сбор гуманитарной помощи. Кузов грузовика постепенно заполняется габаритной техникой. Генератор, перфоратор, бензокоса, бензопила, а еще ноутбук для учреждения образования. Большая посылка сформирована по просьбе принимающей стороны. Минтруда и социальной политики Херсонской области направила в Краснодарское региональное отделение партии «Зеленые» соответствующее письмо. Ответили незамедлительно. Региональное отделение организовало сбор. На сегодняшний день мы собрали более 15 тысяч единиц одноразовой посуды. Это же непосредственно для тех, кто находится у линии соприкосновения. Гуманитарную помощь получат и детский дом. Мы большую партию игрушек им передаем. Еще задействованы у нас помощники из других регионов, за что хочется сказать отдельное спасибо партиюшескому центру «Динамо», которая из Москвы нам направила большое количество книг для патриотического воспитания молодежи Херсонской области и фильмов, которые они снимают про великих спортсменов нашей Родины. Также хочется огромную благодарность выразить администрации Краснодарского края и администрации Лобинского района за ту помощь, которую они нам оказали в сборе данной гуманитарной помощи. Это первый рейс, будет и второй. Объемы помощи внушительные. К зеленым присоединились местные добровольцы. Еще у нас есть наши помощники. Это волонтерская организация «Архангел», которая ждет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь непосредственно для тех, кто находится на линии соприкосновения. С миру по нитке и десятки коробок с гуманитарной помощи отправляются в Донецк и Луганск. К это уже загружается другая машина. Но цели и направления аналогичны. Основной объем помощи адресован госпиталям. Мы с жителями Лобинского района. У нас уже получается как стабильно раз в месяц, 28-24-го, мы набиваем КАМАЗ, ГАЗель и едем или вызываем ребят сюда. Но эта помощь сейчас у нас на госпитале. Четыре госпиталя обратились к нам за помощью. Препараты медицинские. Более чем на 300 тысяч было закуплено медицинских препаратов жителями Лобинского района. Немножко мастовчане, армавирцы, новокубанцы нам помогли. Очень активно в этом месяце. Волонтеры Лобинского района ежемесячно с помощью района и администрации загружают необходимые для новых регионов. И каждый раз из Лобинска отправляются вещи для военнослужащих. Неважно, для наших ребят Лобинского района, Мастовского, Кубани, или же Ставропольского края, или Тулы, но будем помогать. Коробки с продуктами. Перечислять можно долго. Главное – от чистого сердца и с верой в победу. Берем влажные полотенца, питьевую водичку, газовые баллончики, ну, можно что-то из консервации. Медицинские препараты мы заказываем в городе Москва, покупаем по оптовым ценам, нам идут на уступки, цен нам много. Марля, бинты, йодоперон, левомиколь. Мы в этот раз 340 литров купили перекиси 6-процентной. Помогли нам очень сильно, дай бог, низкий поклон, жителям села Гафицкая и Станицы Отважной. На пожертвования лобинцев приобретены большие боксы с инструментами, моторное масло и другие жидкости для автомобилей. На том конце маршрута, конечно же, прозвучат слова благодарности. И на этом волонтеры говорят спасибо неравнодушным жителям. Все дружно с районом, с соседними районами. Мы дружно грузимся, друг другу помогаем, делимся, как можем. Сбор средств продолжается, и пока идет спецоперация, защитники будут чувствовать поддержку тыла, так же, как и жители новых регионов, которым лобинцы всегда готовы протянуть руку помощи.